Один из вопросов, и прекрасно, наверное, вы, как журналисты, знаете этот вопрос, это не секрет. И вопросы депутата, когда задавали вопрос о ремонте наших дорог с помощью Москвы 300 миллионов, говорили, почему 300 миллионов, там не хватит ли, наоборот, много. Сейчас практически посчитали, могу даже озвучить эту цифру, еще 214 миллионов Московская городская дума в ближайшее время выделяет городу Твери. И по аналогии, как мы 300 миллионов делаем, ну, естественно, легитимно, законно, там через все КСП, через правовое управление пройдем. Я предполагаю, что это будет где-то на следующей неделе еще одно неочередное заседание, и я думаю, мы поддержим выделение дополнительных денег, потому что по факту, по логике, денег на те объемы работ, которые 300 миллионов с потолка взялись, сейчас все есть, все осмечено, и дорога от Восточного моста до Мигалова, и от вокзала до центра, примерно это будет уже, ну, плюс-минус, мы можем не поймать, но еще надо нам 214 миллионов рублей за деньги города Москвы. А когда ожидается выделение? Ожидается выделение во втором заседании Московской городской думы. И там уже есть технологии, вы понимаете, если это решение действует со днями опубликования, это одно, если со днями принятия, то другое. Сразу документы в администрации, они готовят проект решения и выносят на дом, потому что чем быстрее мы это сделаем, тем быстрее получим весь объем дорог, который обещан. Вы наверняка сами по этим дорогам ездите, понимаете, что есть отличия даже в работах, которые выполняет наша организация, не критикую, скажу, посмотрите на Капашвар, там наша организация снимает трамвайные рельсы, ставит назад, и в организации работа москвичей, которые это делают практически по прямой дороге, начиная с Вакжаново, Советская, Софья Перевовская, проспект Калинина и Мигалова. Вы можете сами сравнить, как потребители. Вот примерно такие вопросы. Правильно, планируется на Чайковского, да? Что, что? Ремонтируют эти средства, планируется на Чайковского? Нет, правильно, вообще от вокзала, от собора Александра Невского, церкви, и до центра здесь, до пересечения, до въезда на Новый мост. То есть это в этом году уже? Да, 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 это вот комплекс вопросов. Единственное, что как бы тоже и техники не хватает, и людей, но поэтому у нас и МУП ЖЭК, и ПТП, они тоже принимают участие, но не на прямой регистрале, а вот от вокзала. Это делают наши тверские. Александр Борисович, а вот все-таки, понимаете, как объяснить вот такие тесные партнерские отношения с Москвой? Объяснить тем, что закончились те времена, когда Москва, князь Владимир и князь Михаил Тверской враждовали, да, сейчас такие хорошие времена, дружеские. Мы соседи, частно с Апсани, мы в Москве, и москвичи у нас. Я считаю, такие партнерские отношения должны быть не только с Москвой, а с любимыми ближайшими городами, а даже и не ближайшими городами. Мы дружим, например, с Петропавловским, Камчатским, где у нас базируется атомный подводный крейсер Тверь, и скоро следующая делегация поедет туда, на Камчатку, и они опять будут у нас. Поэтому я считаю, это естественно, значит, и, наверное, нам повезло, что мы не только там теоретически протоколами дружим и выступаем, там, наметимы в Твери и в Москве, а имеем конкретно реальные вещи. У нас деньги выделены, деньги осваивают москвичей, но дороги остаются в Твери. Я считаю, что это очень важно. Спасибо. Да, да, все равно. И до первого заседания состава новой думы. Первое заседание должно быть проведено не позднее 30 дней со дня выборов. Ориентируешься где-то, я ориентируюсь где-то, 25-27 год. Поэтому, если это оперативно нужно, скорее всего, это оперативно, это сделаем этим составом. Если время, как говорится, терпит, это сделает уже состав новой думы. Я опять говорю, предположительно, 25-27 год, то есть чуть раньше, чем 30 дней. То есть это все легитимно, законно, все это прописано в 31-м законе. Продолжение следует...